Всем привет, с вами Мимико. И как ни странно, я решила все-таки проверить эту игру, попробовать. Называется она Bridge Constructor Portal. Я не играла в оригинальную часть, и соответственно, вообще об этом я очень мало что знаю, но так как я люблю в принципе Portal, конечно же я не могла не купить ее. Поэтому сейчас будем тестировать, и меня ожидает здесь спящий человечек. Наверное, это нормально. А там, наверное, Кейв Джонсон. Хотя, может быть и нет. Ха-ха, здесь есть картошка. Здесь есть картошка. Они об этом помнят. А там вот интересно что, может быть там вообще турелька спит какая-то. Ладно, ладно. Играть. Так. Ага, это мы вот этот вот кандидатик получается. Итак, вы хотите снова получать должность главного уборщика в проекте Автомобильная Порошковая Инициатива. Есть ли другие вакансии? Да, есть инспектор мусоросжигателя, и вы уже зачислены. Но... А? А? Ему не понравился ответ. Ладно, такой же вопрос, хорошо. Да, во имя науки. Молодчина, мы восхищаемся вашими принципами, если они совпадают с нашими. Шикарно. Окей. В соответствии с правилами, мне нужно провести с вами собеседование. Оно состоит только из одного вопроса. Вы готовы? Я боюсь ему противоречить на самом деле. Хорошо, да. Как хотите. А теперь скажите, что вы будете делать, если жизнь дала вам лимоны? Хо-о-о. Давайте поинтереснее ответим. Я заставлю жизнь забрать лимоны обратно. Вы, случайно, не родственник Джонсона? Именно такой главный уборщик нам и нужен. А теперь идите на свое рабочее место и сделайте так, чтобы мы могли вами гордиться. О, кассочку дали. Для безопасности, наверное, да? Ю-ху! Хорошо. Не слишком расслабляйтесь, читая журналы о строительстве. Нам пора начинать. Правила Центра Развития требуют, чтобы все стажеры прошли проверку квалификации. Не беспокойтесь, мы будем тщательно воздерживаться от выплаты вам жалований в течение всего испытательного срока. Первая серия камер проверит ваши навыки строителей и дедукцию. Вы готовы заработать золотую шляпу главного уборщика? Это... так странно, но хорошо. Так, 0-1 из 60. Хорошо, уровни из 60 уже хорошо. Стилизовано все под портал. И здесь, видимо... Предупреждение, что здесь есть Гладос. Хорошо. Щелкните, чтобы начать. Гладос само по себе не озвучили. Хорошо. Точнее, не переозвучивали в русском варианте. Здравствуйте, добро пожаловать в Компьютеризированный Центр Развития Лаборатории Исследования Природы Порталов. О, где-то я это уже слышала. В соответствии с правилами внутреннего распорядка, все кандидаты должны пройти тестовую серию нашей тестовой серии тестов. Но прежде чем начать, мы хотим обратить ваше внимание на то, что возможны серьезные травмы. Центр Развития с гордостью объявляет вам о том, что в случае летального случая на работе мы известим ваших родных, не вычитая средств из вашей заработной платы. Ваша первая задача построить мост так, чтобы тестовое и транспортное средство могло добраться до выхода из тестовой камеры. Прежде всего, нам нужно убрать никчемный мусор, оставшийся после вашего предшественника. Нет, мы не имеем в виду его семью. Как это мило. Удалите все имеющиеся компоненты. Так, левая кнопка мыши дважды на компоненты или стык, чтобы удалить его. Откройте обучающий раздел с помощью геймпада, чтобы ознакомиться с функциями управления. Да пофиг. Эээ, хорошо. Мешающий стык. Великолепно, вы обладаете... Баба-баба. Теперь мы начнем строительство нового объекта и используете трансформируемые диски строительных лесов. Ага. Следуйте за направляющими линиями, чтобы построить леса для моста. Нажмите левую кнопку мыши над участком стройплощадки, чтобы начать строительство. Введите указатель на выбранную конечную точку и нажмите тоже левую кнопку мыши, чтобы разместить новый компонент. Правая кнопка мыши – это отмена последней операции. Ага, 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 и ага, и у нас нет опоры. Берем сюда, делаем вот так, и вот так. Чтобы мост могло пересечь транспортное средство, по нему нужно проложить дорогу. К счастью, трансформируемые доски можно в любой момент превратить в дорожное покрытие, а покрытие – в доске. Превратите верхние горизонтальные компоненты в дорожное полотно. Блин, мне все-таки не нравится, что нет озвучки. Надо будет все-таки в настройки посмотреть. Так, по компоненту, чтобы превратить его в дорожное полотно. Хорошо. Отлично, теперь испытаем мост, приказав транспортному средству проехать по нему. Успех. Вы зря потратили 10100 баксов. Доставили на тестах машин. Одна. Что? Одна шестая на пределе. Странно. Странно. Ладно, я хочу еще в настройки заглянуть. Очень-очень интересно, потому что странно, что нет русского языка озвучки. Нет, знаете, все-таки нет. Все-таки нет. Хорошо. Продолжаем. Склоны. Добро пожаловать в тестовую камеру номер 2. Чтобы преодолеть препятствия, зачастую нужно строить мост так, чтобы он шел вверх или вниз. Эта дорога идет в гору, но она не подходит для транспорта. Однако, в данном случае, мы не будем уничтожать компоненты, а переместим их. Передвиньте дорогу к пунктирной линии. Удерживайте... Ага, удерживать, да? Чтобы включился режим перемещения. Затем перемещите точку шарнира на другое место. Понятно, в общем. Ну, мне ее, наверное, надо сначала выделить, не? Ну, ладно. А почему она сама все карты начинает шевелиться? Я же вроде нормально все шевелю. Эй. Удерживайте левую кнопку мыши на желтой точке шарнира, пока не включится режим перемещения. А, надо, наверное, подольше подержать. А, окей. Хорошо. Допустим. Отлично. Теперь построите внизу опоры моста. Великолепно. Первый мост готов. Теперь мы построим пандус. Чтобы можно было съехать с моста. Делаем вот так. Делаем мы опору. И делаем... Как бы это назвать? Вот так. К сожалению, мы должны прервать вас ради незначительного сообщения. Это меню. А! Лучшие методы управления. Следующий уровень. Очистить стройплощадку. Сохранить стройплощадку. Ну, допустим, я сохраню ее. Правда, зачем мне это надо? Поехали! Вы зря потратили 13700. Это что-то значит вообще или нет? Дальше. Квантовый тоннель. Посмотрите на эту тестовую камеру и обратите внимание на то, транспортное средство не может добраться... Наверное, на то, что... А? Меня аж сейчас чуть не сломало это предложение на русском. Посмотрите на эту тестовую камеру и обратите внимание на то, что транспортное средство не может добраться до точки назначения. В ходе этой задачи тестовая камера будет оснащена квантовым тоннелем или, как его обычно называют, порталом. Портал откроется через 3, 2, 1... Транспортное средство, которое выезжает с одной стороны портала, мгновенно выезжает с другой за его стороны с той же скоростью. Ваши успехи доказывают, что даже самый недалекий сотрудник может нарисовать мост, пока наши опытнейшие водители борются со сложной физикой порталов. Сначала разместите компоненты вдоль линий, а затем превратите их в дороги. Но это нам как бы уже знакомо. Отмена. Для следующего испытания необходимо, чтобы ничто не поддерживало мост снизу. Однако мы можем использовать узлы крепления наверху, подвесив мост на многоцелевых суперкабелях. Многоцелевые суперкабели сделаны из плотно скрученных душевых занавесок. Выберите многоцелевые кабели в качестве материала и соедините дорогу с точками подвешивания. А, понятно, мы будем выбирать разные материалы, вот так. Угу. Отлично. Теперь отправьте портал в транспортное средство. Не волнуйтесь, эти межпространственные ворота совершенно безопасны для технического персонала. А для других людей? А? Так они сейчас упадут, я не хочу ехать. Они сейчас упадут сверху. Вы думаете, я что ли это не знаю? Зачем мне убивать специально людей? Ах, ладно. Но это неправильно. Они сейчас помрут. Пока. Обратите внимание, водителям запрещено прикасаться к смертельно опасной жидкости на полу камеры. Это сделано для защиты ценного тестового аппарата. Да ладно. Тогда почему здесь все не залито, блин, этой слизью? Если вы провалите испытание, фотография вашего сотрудника будет прикреплена к анкете погибшего водителя. Вау. Жуть какая. Так, ну хорошо. Значит, у нас здесь будет, блин, не та, не та фигня. А? То есть без, без подсказок теперь, без вот этих желтеньких штучек будет. Хорошо. Значит, мы построили мостик. Угу. Ну, вроде все. А почему не все машинки едут? Или это наши попытки? А как? В смысле? Я же вроде все построила. Нужно больше креплений, да? Ладно. А здесь нельзя. Можно вот так вот, да, укрепить еще. Все. Поехали. Да ладно, центральная не удерживает. Аааа, надо было еще вот так вот сделать. Да-да-да, я поняла. Ребят, простите. Приношу соболезнования всем жертвам. А как? Я же вроде закрепила это все. Ладно. Значит, вот эта фигня не держится. Как ее снести? А, ну да. Точно, дважды. Окей, значит, проведем вот так. Правильно? Ага. Ага. Понятно. Ничего хорошего. Ааа, крепление можно выше же закрепить. И тогда, по идее, все будет нормально. Или вот так? Нельзя так? Почему бы и нет? А? Так, хорошо. Так, хорошо. Включим, наверное, логику. Попробуем. Меня уже что-то все плохо. Так. Берем к черту это все. Потому что что-то я здесь начудила. Так. Вот эти вот по-любому должны быть. И мне все-таки кажется, что должны быть вот эти. Ну вот. Весь мост упал. Я, наверное, сейчас дико где-то туплю. И так быть не должно. Можно ли как-то вот так вот закрепить вот это вот? Хорошо, что нет, знаете, какого-то лимита на траты. Не, оно все падает. То есть у меня остается держаться только вот это и вот эти вот. То есть вот это стоит, по сути, правильно. Она чуть выше. А вот эти слишком низко. Они не закрепляют нифига. Ладно. Значит, вот это неправильно. Почему я не могу вот так вот продлить? Что же я делаю не так? Слушайте, а это идея. Они при чем держатся теперь? Но мост все равно не выдержал. Значит, теперь мне нужно... Вот эти вот, наверное. Нет, эти два неправильно стоят. Вот эта игра, наверное, как раз для меня, знаете? Потому что я люблю косячить во всем, а везде. Наверное, я тебя сюда тоже привинчу. И теперь он держится! Есть! Поехали! Ну, держится, кстати, плохо. Ну, достаточно, чтобы проехать. Ладно. Хорошо. Но я сейчас почувствовала, что у меня для этой игры мозгов, конечно, не хватает. Раскраска. Одновременно могут существовать несколько пар порталов. Один из них ведет к смертельно опасному лазерному полю. Он сделал красным, чтобы водители не стремились контактировать с ним. Я наблюдаю повышенную частоту сердечных сокращений и кожного гальвознического реакции. Очевидно, это связано с тем, что вы не можете предсказать, какой портал приведет машина к смертельно опасной цели. Чтобы компенсировать отсутствие у вас ясновидений, мы изменим спектр свечения портала. Одны, связанные между собой порталы, будут окрашены в один и тот же цвет. Слушайте, это прикольно. Тогда действительно было немного непонятно, что тут происходит. Так, хорошо. Мне, по идее, нужно выехать из красного. Чтобы выехать из красного, мне нужно заехать в голубой. Из голубого до красного. И отсюда вот так. Это вроде как нетрудно. Я надеюсь. Так. Значит, прокладываем дорожку вот так. Давай. Вот. Делаем это как дорожку. Делаем здесь, например, такие вот штучки. Чтобы оно все держалось. Правильно. Тест. Пока все держится. Хорошо. Теперь мы из голубого прокладываем дорожку, как я уже говорила. Вот сюда. И закрепляем его. Сейчас опять у меня какой-то косяк будет с этим. А может быть и нет. Тест. Держится. Теперь мы из красного выходим вот здесь. И что самое интересное, походу мы будем вылетать. Потому что здесь не за что крепить мостик. Видите? Ну, хорошо. Поехали. Будем надеяться на лучшее, что там будет ускорение. И... Ну, хоть на что-то у меня мозгов хватило. Надеюсь, все настолько очевидно было. Я же механику этих подвесных мостов. Я же не знаю. Арки. В этой тестовой камере точка перекрепления находится только в начале и в конце дороги. В таких случаях мост должен быть свободно опирающимся, а его дуговые опоры расставлены треугольником. Мы предоставили вам два моста в качестве образцов. Вам должно быть несложно скопировать план строения и заполнить оставшиеся проемы. То есть, вот это вот. Вот так вот, да? Просто... Просто скопировать. То есть, как-то вот так. Да? Ага. Даже вот так. Ну, вот так. И, допустим, вот так. Вот так. Криво как, а? Ну, пускай первый будет кривенький. А-а-а! Не ломайся. Подождите, уберись! Все. Раз. Два. Три. Четыре. Не, кстати, я не знала, что можно такие опоры-то делать. Вот. Тест. А ну все к черту падает. Ладно. Давайте это отменим. Потому что я здесь такую кривизну сделала. Ладно. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Зачем я считаю, я не знаю. Но с этим стоит смириться. Что здесь еще есть? Вроде ничего. Все, он держится. Хорошо. Теперь такой кривой надо сделать. Раз. Два. Три. Теперь треугольнички. Угу. 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 Ну, вроде все. Окей. Ну что ж, я думаю, что буду выкладывать по пять уровней. А их шестьдесят. Получится. Выпусков выйдет, конечно, прилично. Но не хочется это все растягивать. И все же для удобства. Потому что дальше, я думаю, уровни будут подлиннее. И, например, по десять штук в одном выпуске без монтажа будет очень тяжело уместить. Увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. До встречи.